здравствуйте меня зовут владимир сегодня на уроке истории мы обсудим такую интересную тему как послевоенное развитие итальянской республики давайте посмотрим что там происходило сразу после войны и так движение сопротивления и приход в итоге все-таки демократического правительства это то что спасло италию от печальной судьбы германии то есть все-таки италию не стали подвергать таким суровым штрафом таким суровым испытанием после войны как нацистскую германию вот то есть были нормальные выборы на которых естественно огромное количество голосов получили коммунисты то есть вы видите здесь у нас с одной стороны есть христианско-демократическая партия с другой социалисты понятно что социалисты коммунисты были очень популярны после войны в большинстве стран западной европы христианско-демократическая партия отвергает союзы с одной стороны с левыми потому что как бы коммунизм навевает воспоминания о советском союзе с другой стороны с правыми потому что правы это бывшие фашисты то есть вот христианские ценности христианская демократия старается быть где-то в центре такая вот центрийская партия это продолжалось довольно долгое время здесь вы видите нелицеприятные кадры расправы над муссолини его любовницей и некоторыми другими деятелями фашистского режима то есть вот так закончил свою жизнь великий дуча итальянское экономическое чудо точно так же как фрг в италии в период второй половины 40-х 50-х годов ввп рос как на дорожжах вот посмотрим значит насущные реформы видите аграрная реформа на юге это традиционный сектор там неаполь калабрия сицилия традиционный сектор отсталого сельского хозяйства там было проводить реформы реформа жилищная на севере пенсионная и так далее долгое время все это вообще никак не проводилось в итоге в этих отраслях был серьезный застой с другой стороны экономическое развитие в 60-е годы опережала все возможные ожидания поэтому итоге это стало называться итальянским экономическим чудом видите в среднем 5 и 7 процентов в год это очень устойчивый и хорошая темпы роста ввп страна постепенно превращается из аграрной в индустриальную одним из главных символов итальянской промышленности являются их знаменитые машины в частности это фиат на основе которого как вы знаете потом в советском союзе была создана линия жигули важную роль играли определенные внешние условия конечно это либерализация экономики развитие активной внешней торговли то что потом приведет к созданию в то север это реально центр промышленности то есть генуя турин милан это заводы это рабочие это конвейеры юг это наоборот отсталый аграрный сектор где традиционно под палящим солнцем люди работают в тяжелых условиях часто отдыхают там давным-давно еще в 19 веке были созданы мафиозные и криминальные структуры сами знаете да вот итальянская коза ностра поэтому южане живут в целом хуже чем северяне в италии вот вы можете посмотреть на карту расположение промышленных объектов видно что север пенинского полуострова густо усеян этими точками к району латсо то есть к риму это уменьшается ну и на юге уже становится совсем редким и спорадическим а сицилия как вы видите вообще просто никаких там предприятий крупных по крайней мере мы не видим левоцентризм значит конечно партии в парламентских республиках а это именно парламентская республика должны находить возможности коалиции вот как раз коалиция христиан с одной стороны и социалистов с другой вот видите они создают такую левоцентрическую коалиционную структуру которая была довольно стабильной во второй половине 60-х в первой половине 70-х центристское правительство соединение ценностей либеральных социалистических и демократических с другой стороны на уровне правительства продолжается министерская чехарда термин еще мы помним из эпохи николая второго на самом деле это было в разных странах посмотрите 40 кабинетов сменилось за 30 лет о чем это говорит о том что сами парламентаристы не могут толком договориться с собой кого они будут выбирать на место министров в 70 кризис левоцентризма превратился в кризис ведущей христианской демократической партии видеть на выборах 76 года они получили 35 процентов а коммунисты 34 таким образом послевоенная концепция попытаться как-то изолировать коммунистическую партию снизить влияние коммунистов провалилась видите они набирают столько же сколько и главная партия страны почему ну в первую очередь конечно это связано с ценностями уровня жизни чем хуже люди живут в стране чисто с точки зрения бытовой зарплаты пенсии льготы тем чаще социальные коммунистические ценности люди выбирают знаменитый деятель христианской партии моро предложил в какой-то момент серьезный альянс с коммунистами то есть для того чтобы коммунисты не будоражили политический процесс чтобы они ну там грубо говоря не выходили на демонстрации необходимо их включить в эту игру и все было бы хорошо если бы во второй половине семидесятых в итальянской республике также как и в фрг не не было такого взрыва левого экстремизма знаменитые террористические организации фрг это была в раф фракция красной армии здесь это были красные бригады они похищают этого моро пытают его и убивают ну разумеется выставляя там свои какие-то требования коммунистического характера в итоге эта затея полностью провалилась это был довольно сильный удар по имиджу коммунистов вообще хотя понятно что эти экстремисты не исповедовали традиционные коммунистические ценности они скорее были троцкистами или маоистами это не были марксисты-ленинцы но их средства их методы террор убийство похищение пытки шантаж бросили тень на коммунистическое движение в целом 80-е годы одно коалиционное правительство менялось на другое появились разные новые партии вот вы видите их аббревиатуры итальянская компартия социалистическая и так далее партийная система вступила в конечную фазу своего кризиса из которой нужно было как-то выходить то есть вот эта вот идея третьей фазы как раз вот попытки привлечения коммунистов провалилась в итоге получили полномасштабный кризис политических партий а здесь вы видите как раз процесс над лидерами красных бригад которых поймали разумеется судили и посадили в тюрьму развал партийной системы посмотрите в 90-е годы старые партии полностью уходят с политической сцены появляются разные новые всякие там лиги севера вперед италия зачастую это были социальные популисты то есть люди которые бросают легкие и популярные лозунги народу плебсу для того чтобы получить свои голоса на выборах ну это что-то вроде как в россии лдпр в итоге к власти снова пришла лево центристская коалиция то есть настолько были сильны социалистические идеи в италии что постоянно к власти приходили именно представители не просто центра такой компромиссный вариант а левого центра были проведены реформы страна добилась определенной стабилизации в этот период италия вступает в зону евро налаживает многочисленные экономические связи с ведущими европейскими державами целый ряд районов италии приступил к процессу деволюции это означает наделение в более широкими полномочиями особенно это коснулось северных провинций таких как эмилия романия область винета ломбардия и так далее то есть практически италия встала на путь к федерации до сих пор италия считается конечно унитарным государством как и великобритания и в этом смысле путь деволюции свойственен для них обоих как бы страны не доходят до полного федеративного самоуправления своих субъектов но наделяют их более значительными полномочиями чем раньше то есть путь деволюции в 70-е прошла и великобритания и позже италия а вот вы видите различные монеты разного номинала с символами итали символы итальянской республики правоцентристская левоцентристская эти коалиции сменяют друг друга италия вошла в нулевые годы в зону тумбулентности политической видите в пятом году экономический рост 0 процентов безработица 8 процентов а на юге еще хуже до 20 процентов в этих условиях конечно опять власти приходят левоцентристы под управлением проди но недолго музыка играла и довольно быстро к власти приходит действительно популистская программа знаменитого сильвио берлускони он несколько раз участвовал в выборах и несколько раз был премьер-министром страны огромный государственный долг череда скандалов связанных с его любовницами какие-то связи с мафиозными структурами в итоге все это привело к тому что сменив несколько кабинетов берлускони окончательно ушел в отставку движение пяти звезд 13 и 18 года вообще не связано с политическими лидерами его сделал блогер по фамилии грилло реально блогер человек который любит пошутить посмеяться зажечь толпу различными лозунгами но получилось так что новые системы связи социальные сети интернет мессенджеры и так далее естественно youtube все больше и больше входят в политическую жизнь и стали реальным двигателем популярности в итоге этот человек получил огромное количество голосов если говорить о последних годах то конечно растет доля евроскептически настроенных граждан и это отражается на жизни парламента италия одна из стран в наибольшей степени пораженная недугом связанным с неконтролируемой миграции большинство выходцев из северной африки причали будут к берегам сицилии и южной италии пытаясь там найти кров помощь устроиться на работу многие из них конечно просто выбить себе пособие и остаться в таком безработном состоянии разумеется все это приводит к кризису традиционных ценностей евросоюза к попытке пересмотра соглашений вплоть до выхода из ЕС такую программу реализовала в итоге только Великобритания пока но вот эта евроскептическая установка сильна также и в итальянской республике а вот собственно этот господин Гриуло блогер, который умудрился свое движение 5 звезд привести в парламент с довольно большим количеством процентов то что хотел сегодня рассказать о таком видите сложном и партийном движении итальянской политики во второй половине 20 века все зависело от различных партий это не случайно ведь в Италии парламентская республика спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...